Здравствуйте! Сегодня мы с вами находимся на восьмом уроке гармонии из моего курса «Гармония с нуля». Итак, давайте мы сегодня будем с вами решать задачки. Прошлый урок был посвящен задаче. Вот видите, мы ее решали двумя способами, в тесном и в широком расположении. Можете посмотреть на примере задачи из бригадного учебника «Гармонии». Автор способен, Дубовский и так далее. И сегодня мы еще решим с вами 4 задачки, небольших совсем, которые даны в задании. В задании вообще 12 задачек, поэтому на 3 урока растянем с вами, ну по 4 будем решать. Значит, вот в бригадном учебнике страничка 35, вот эти вот задания. Для начала мы переписали мелодии, они уже не только в до-мажоре, вообще не в до-мажоре, а в других тональностях, да. Ну, они коротенькие, по 4 такта. Давайте вначале определим тональность первой задачи. Мы видим, что знаков при ключе у нас нету, значит, у нас два варианта, либо до-мажор, либо ля-минор. Мы видим, что в конце ля, значит, это ля-минор. И сыграем себе мелодию на пианино. Казалось бы, все достаточно просто, но поскольку мы начинаем высоковато, возможно, легче нам будет ее в широком расположении решить. То есть, решим мы, что будем делать это в широком расположении. Для начала подпишем функции. И вот в этой задаче сразу, я эти задачи предварительно сыграла себе на фортепиано, чтобы уже как-то вам давать их более осознанно. И сразу в первой задаче столкнулась с такой небольшой проблемой. Смотрите, ре-си-ля, когда у нас идет ход си-ля, у нас, и вот так как я играла, я играла все-таки достаточно, бас прикреплен был у меня к аккорду тесно достаточно, хотя в широком расположении, ну, в смысле, что бас не отрывало. И получилось у меня, что возникла проблема, все голоса пошли вниз в конце. Поэтому я сразу поняла, что придется нам с вами отрывать бас очень часто, чтобы избежать вот этого движения голосов вниз. Вы тоже можете попробовать себе поиграть задачку, чтобы потом не пришлось все переписывать. Ну, не все, только бас придется переписывать, потому что если вы напишите его вот тут, вот тут, вот тут, а потом оп, и все пошло вниз, придется бас писать здесь, да. То есть в этой задаче сразу такая проблема, в других задачах этой проблемы уже не возникло. Что мы делаем вначале? Помните, мы подписываем с вами функции. Значит, ми, это квинта тонического аккорда, значит, функция у нас будет т. Пишем маленькими буквами, потому что в миноре мы маленькими пишем. Фа, это звук ре минора, это у нас субдоминанта, конечно. Ми, здесь у нас может быть звук доминанты, либо тоники. Ну, давайте, наверное, возьмем доминанту, хотя, по-моему, я играла тонику. Ну, попробуем написать доминанту, если у нас не получится, ну, и здесь, конечно, тоника, то можем написать тут тонику вполне, да. Так, дальше на ре у нас идет субдоминанта, на си доминанта. Доминанту пишу большими буквами, потому что доминанта у нас мажорная, да, ну и на ля тоника. Я говорила, что лучше, наверное, нам с вами в широком расположении, помните, как мы строим аккорды в широком? Через нотку ми, до пропустили, ля написали, ми, ля, до, и вот мне хотелось написать сюда ля, но, вы знаете, я не буду этого делать, я напишу сразу бас, далеко низко придется сразу нам с вами прыгать. Дальше, ре минорный аккорд тоже, это у нас гармоническое соединение, можем увеличить эту нотку, то есть та же самая ля будет, вот она у нас общий звук. Ну, а тут пойдет ре, так, фа, ля, ре, и вот бас пока что вверх идет. В принципе, можно было бы сделать ля, ре, вот здесь ля написать сюда, но это как хотите, не обязательно. Так, дальше, ну просто чтобы это было примерно у нас одинаково, мы знаем, что здесь придется отрывать, можем отрывать и здесь, чтобы бас был такой вот в одной зоне примерно. Дальше, доминанта, ми, до, а, мы решили здесь сделать доминанту, ну, давайте попробуем сделать, значит, ми, соль, диез. Почему я все время пропускаю звуки? Мы пишем с вами в широком расположении, да, ми, соль, диез, дальше ми пропустили, пишем здесь си, а здесь пишем ми. Ми, соль, диез, си, ми. Ну, и тут у нас получается до ми, ля, а, вот и нехорошо, да, видите, тут у нас придется либо сюда ля писать этот, тогда нам его отрывать не следовало. Плохо, да, знаете почему? Потому, вот тут плохо эту доминанту, потому что если я напишу сюда ля, у меня все голоса пойдут вниз. Значит, ну, а если я сюда напишу ля, ну, вот, предположим, написала сюда ля, а здесь нам нужно субдоминанту, ре, фа, ля, ре, си, ми, соль, диез, ми, и вот опять все пойдет вниз. А тут оторвать голос ля сразу больше, ну, если я сюда напишу ля, чтобы у меня все голоса не пошли вниз, да, вот ля сюда напишу. А здесь я знаю, что мне надо ре написать аж вот сюда, чтобы у меня тут все голоса были нормальные. Давайте, знаете, как начнем с конца, вот иногда можно начинать с конца, чтобы разобраться. Последний аккорд у нас будет ля, до. О, возможно, бригадный учебник нам хотел сделать, как вот в примере давал, то есть пропустить квинту. Ля, до, ля, ля, тогда вообще без проблем, но мы не будем пропускать квинту, мы будем делать по правилам. Ля, до, ми, ля. Вот наш последний аккорд, мы от него отталкиваемся. Чтобы все голоса не пошли вниз, вот эту доминанту придется написать таким образом. Си, ми, соль, диез, и ми написать не сюда, а то все в голоса вниз пойдут, а вот сюда. Так, вот, мы решаем задачу с конца, такое тоже бывает, ну, если проблемная какая-то задачка, да, немножко. Вот это вот все правильно. Теперь, как делаем субдоминанту, опять решаем с конца. Ре, фа, ля, и ре пишем сюда, потому что нам нельзя ходить басом на септиму. Вот пришлось нам сделать вот такой конец. И когда мы видим вот такой конец, у нас не получается сделать здесь ничего, кроме вот этого, вот. Потому что бас не может ходить на интервал больше, чем октаву, это нехорошо, да. Так, и оп, ошибка, видите, все пошло вниз. Значит, нам здесь нужно избежать доминанта. Берем стерочку и стираем. Не получилось у нас здесь вязать с доминантой именно из-за баса, да. Ну, или, конечно, мы могли бы здесь что-то прыгать. Мы могли бы здесь прыгнуть, если хотите, да. То есть, сделать тут бас, например, если нам уже очень хочется доминанту, нам пришлось бы просто сильно прыгать басом, да. Либо взять здесь тонику, получается, ля-ми, до, и вот тут ля, да. Ну, а давайте все-таки не будем убрать тонику, возьмем... Зачем я все стерла? Так, значит, все-таки я пишу здесь доминанту, да. Си, но бас я оторву. Вот так, получается, у нас будет, видите. И тогда, ну, и здесь бас мне тогда тоже придется отрывать, да. Вот сюда. Вот что у нас получилось. Все из-за вот этого вот хода, да. У нас так бас теперь скачет, что, извините. Ну, проверяем аккорды. Ми-ля-ду-ля, фа-ля-ре-ре, ми-содиа-сими, до-ми-ля-ля. Ре-фа-ля-ре, си-ми-содиа-сми, ля-до-ми-ля. Все нормально. Так, дальше. Все голоса у нас идут в разные стороны, но у квинт параллельных здесь нет. Потом я вам сыграю все эти задачки, чтобы вы послушали, что у нас вышло. Так, следующая задачка. Переходим с вами к следующей задачке. Номер два. Так, си-бемоль, ми-бемоль при ключе. Пойдем сыграем с вами мелодию. Да, это у нас, ну, и соль, фа-диа-соль. Конечно, это у нас соль-минор, да. Так, сейчас я перешла к фадебиано. Слушаем мелодию. Ну, такая незатейливая мелодия. Она в среднем регистре, будем лишать ее в тесном расположении. Так будет удобнее, да. Так, ну, давайте сразу функции подпишем. Соль-тоника, фа-диа-с-доминанта, соль-тоника. Вот такой автентический оборот у нас, да. Дальше, ля-пять-доминанта, си-бемоль-пять-тоника. До-суб-доминанта, си-бемоль-тоника, ля-доминанта и соль-тоника. Так, ну, я надеюсь, что у вас... Вы вообще можете вначале сами решить задачку, да, а потом уже, ну, вот, взять, переписать просто ее. Вот, остановить видео, переписать задачку, либо взять из учебника, решить, а потом просто вот со мной вместе проверить. Ну, так интереснее будет, правда? Так, значит, теперь давайте пробовать решать. Мы решили сделать здесь тесное расположение, да. Сразу видим, что у нас один будет общий звук, соль, фа-диа-с-оль. Будет общий звук ре, поэтому мы его сразу пишем большой толстой ноткой. Соль, ре, си-бемоль. Так, давайте пробовать с тесным, если что, будем стирать, да. Соль, так, фа-диа-с-ре, ля-ре. Ну, и опять соль-ре, си-бемоль-соль. Я вот увеличила этот звук, чтобы видно было, что он у нас общий. Не надо его сильно много раз повторять, да. Так, дальше доминанта. Мы все в тесном, пока у нас без перемещений из тесного в широкое, поэтому мы делаем все в тесном, ля-фа-диа-с-ре-ре. Так, ре у нас общий звук, да. Ре-ре. Хорошо. Так, и си-бемоль-соль, ре-соль. Пока бас, видите, все нормально, ничего вниз-вверх не ходит, куда не надо, да. Так, дальше до-соль субдоминанта. Ми-бемоль-до. А вот здесь вот нам хорошо бы бас оторвать, да. Почему? Потому что у нас сейчас все так вниз идет, и, соответственно, бас должен как-то быть, ну, если у нас бас будет здесь, у нас все вообще вниз пойдет. Поэтому здесь мы бас отрываем. Так, дальше си-бемоль-соль-ре-соль. Куда мне соль? Пока не знаю, вот пока ничего не буду писать, да. Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше. Так, вот тут соль можно увеличить, потому что она общий звук. Ля-фа-диез. Тут можно ре увеличить, она общий звук. Ре-ре. Так, ну, вот сюда, кстати, нормально пойдет. Значит, у нас тогда... Так, сейчас вот сюда ре напишем, да. И теперь смотрим, как нам, чтобы у нас все не пошло вниз. Си-бемоль вниз, соль вниз, ре на меня ничего вниз не пойдет. Значит, все нормально. Здесь можно написать обычную соль, потому что это гармоническое соединение, да. Ну, и тут у нас соль, ре, си-бемоль. Ну, и придется бас написать тоже наверх, потому что иначе все... Ой, какой-то фа получился. Сейчас я его сотру. Соль. Так, вот, теперь у нас ничего не пошло в одну сторону. Все хорошо, все аккорды проверяем. Соль, ре, си, соль, фа, ре, ля, ре, соль, ре, си, соль, ре, соль, ре, соль, до, соль, ми, до, си, соль, ре, 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 соль у нас все хорошо, в разные стороны идет общий звук есть, так делаем тут той с точечкой, да, так здесь общий звук есть, тут общий звук есть и тут все вниз не пошло, потому что бас был противоположный, все вроде неплохо, да, потом сыграем. Следующая задачка, давайте посмотрим, тут у нас 4 бемоля, либо ля бемоль мажор, либо фа минор, мы сразу знаем, идем играем, смотрим, что заканчиваем мы на до, ну, здесь у нас ми бемоль, а не ми бекарный, что это ля бемоль мажор, да? Вот тоника, да, ля бемоль мажор, и видите, эта задачка уже из-за такта, уже по-разному нам предлагают разные варианты бригада, чтобы мы могли не пугались и из-за такта, и так далее, ничего не пугались, значит, до, это звук, конечно же, тоники, помните, звук ля бемоль, до, ми бемоль, тоника, ре бемоль, фа ля бемоль, субдоминанта, ми бемоль, соль си бемоль, доминанта, так, до звук тонический, ми бемоль, не будем мы опять повторять тонику, ми бемоль, это и тонический доминантный звук, потому что, почему не будем, потому что через такт не переносится функция, значит, это доминанта, дальше, снова тоника, ре бемоль, это, конечно, звук субдоминанта, си бемоль, доминанта, до, Ну, а до, рэ, бемоль, до – это такой у нас оборот прям плагальный, который мы играли с вами, да? Так, в чем бы нам таком сыграть? Так, а я вот не помню, это в тесном делала или в широком, когда играла. До, ля, бемоль, мимоль, ля, бемоль. Ну, давайте, наверное, может быть, в широком попробуем написать. Ну, давайте так, одна в тесном, одна в широком. Эту тоже в широком будем писать. До, ми, бемоль. Ля, бемоль. И сейчас подумаем, куда нам бас сделать, да? Ну, сейчас напишем второй аккорд, пока не будем писать бас. Так, ми, бемоль, соль. Ну, вы в курсе, да, как строятся аккорды? Потому что я пишу, а вы, о, боже мой, ничего не понимаете. Посмотрите предыдущие уроки, да? Мы пропускаем один звук и пишем следующий. Ми, бемоль, соль, си, бемоль, ми, бемоль. Так, куда тут? Ми, бемоль, соль, си, бемоль, ми, бемоль. Значит, придется так, ну, пока тоже бас не пишу, да? Снова до ми, бемоль. Ля, бемоль. Ля, бемоль. Так, ну, давайте, знаете, как вот сюда бас напишем. Потому что у нас, видите, все вверх пошло. Нам надо, чтобы у нас бас был противоположный. Соответственно, бас пишем вот так, да? И тогда у нас все хорошо. Ла, ми, до. Так, рыб, рыбемоль, фа, ля, бемоль, рыбемоль. Все вверх, а бас вниз и общий звук у нас есть, да? Так, си, бемоль, ми, бемоль, соль, ми, бемоль. Тут все нормально пока, да? Дальше до ми, бемоль, ля, бемоль, ля, бемоль. Ну, тут можно вниз написать, да, бас. Потому что вот все вверх пошло, один общий звук, все вверх, и бас можно вниз. Хорошо. Ну, то есть его нужно вниз. Потому что здесь был соль. Если мы напишем бас вверх, будет перекрещивание нижним голосом вот этого вот тенора, да, басом тенора. Этого нельзя делать, значит, не сточно надо написать. Ну, и дальше наш обычный полагальный оборот. Ля, бемоль у нас общий звук, мы его увеличиваем. Пишем рэ, бемоль. Один звук у нас держит, поэтому нам нормально. И до ми, бемоль, ля, бемоль, ля, бемоль. Почему четверть? Потому что у нас за такт был, да? Так, ну, вроде все неплохо. До ми, ля, ля, ми, соль, си, ми. До ми, ля, ля, ре, фа, ля, ре. Си, ми, соль, ми, до ми, ля, ля, ре, фа, ля, ре, до ми, ля, ля. Так, ну, и голоса мы проверяли, чтобы в одну сторону у нас не шли. Сейчас пока, видите, у нас одна проблема, чтобы голоса в одну сторону не шли. Ну, и, конечно, правильность построения аккордов. Дальше у нас будет проблем гораздо больше, поэтому сейчас мы радуемся. Так, следующее задание. Задание 4, задачка. Так, тут у нас 4 диеза, либо ми мажор, либо до диез минор. Ну, сразу понятно, что это ми мажор. Начинаем с 5 ступени устойчивой. Вот очень удобно, что мы на терции заканчиваем, на соль. Тут будет очень удобно связывать. Вот эти все задачи легче, чем первая, в которой там было неизвестно что, из-за этого баса, да? Так, ну, давайте... В чем мы ее решим? В тесном? Давайте в тесном будем, не будем уже. Так, ну, во-первых, подпишем, что это у нас такое. Так, тоника на си. Начинаем с тоники. С доминанта не будем, потому что вот до это точно субдоминанта, а доминанта перед субдоминантой не идет. Ну, и зачем? Конечно, с тоники начинаем, да? Так, субдоминанта. Они, наверное, хотели тут доминанту, а я хочу тут тонику. А, и если вам повторяется аккорд, можно такую вот прочерк поставить, да? Дальше. Ля субдоминанта, фа доминанта, ну и соль тоника. Мы решили в тесном писать, будем писать в тесном. Так, тоника. Си, соль диез, ми. А вот бас подумаем, куда, да? Дальше субдоминанта. До, ля. Так, вот у нас общий звук ми увеличиваем. И пишем до, ля, ми, ля. Так, ну что, сюда напишем, да? Пока не знаю, пока тоже не буду писать. Дальше посмотрим, что здесь. Си, соль, диез, ми, ми. Ой, да, ми мажор же у нас. Вот сюда напишу ми, ми, да? И дальше, знаете как? Когда вот у нас четверть с точкой восьмая, можно, чтобы аккорд шел четвертями ровненько, а мелодия просто будет у нас потом опаздывать. Можно, конечно, и аккордом прыгать, но это будет не очень хорошо. Та-та-та. Прям и это, и мелодия аккорд прыгает. Ну, мы не будем тут прыгать. Мы напишем сразу вот не под этой ноткой, а тут. Четвертями. Соль, диез, ми, си. Бас вообще может остаться. Си, ми, да? Вот мы переместили аккорд, а потом уже его достроили вверху. Так, ну и теперь вот, когда мы уже знаем, что у нас здесь, давайте проверять. Ну, можно сюда ля написать, ничего у нас не будет страшного. А здесь напишем бас ми вот сюда, да? Так, ми-ми у нас октава получится. Так, раз, два, все отлично. Так, дальше ля. Ля ми. До диез. Куда вас? Сейчас подумаем. Может быть, и сюда, скорее всего, получится неплохо. Тут у нас общий звук. Видите, вот ми-ми, да? Можем даже объединить. Увидеть, что он общий. Дальше. Доминанта, фа, диез, ре, си, си. Так, ну, если мы вот так написали, то нам нельзя сюда ля писать. Давайте напишем его вниз. Почему? Потому что нельзя ходить на септиму басу. Значит, вот мы тут написали си-си, октавой нам удобно очень, да? Ну и последний. Соль, диез, ми, си, и ми. Точечки поставили. Соль, диез, ми, си, ми. Так, ну, все, вверх не пошло. Вот у нас общий звук, да? Так, значит, и вот тут общий звук у нас есть. Ну, в общем, можно их соединять, чтобы сразу видеть. Давайте все аккорды проверим. Си, соль, ми, ми. Доля, миля. Си, соль, ми, ми. Соль, ми, си, ми. Не важно, что он потом появился. В принципе, он относится к этому аккорду. Ля, ми, доля. Фа, ре, си, си. Соль, ми, си, ми. Тут все хорошо. Тут общий звук. Здесь общий звук ми. Тут есть общий звук. Здесь они вот так в противоположном движении пошли. И тут есть общий звук. Все хорошо. Ну, все, идем. Я вам поиграю, что у нас получилось, какие у нас получились задачки. Задачка номер один для минор. Ну, некрасиво, конечно, баста, дын, дын, но тем не менее. Вы видите, не смогли обойтись по-другому, да? Так, задачка номер два с вами минор. Ну, нормально. Ничего, так не звучит. Дальше задачка номер три. Дай, гемоль, мажор, широкое расположение из-за пакта. О, извините, не то, забирала. Думаю, что звучит не то. Еще раз. Так, и последняя задачка, ми-мажор. Тесное расположение. Ну, видите, нормально прозвучало, когда я сначала аккорд сыгралась, вот видите. Ну, вот видите. Только слой у меня был. А если бы я этого не сделала, то, кстати, как было бы дергано. Ой, извините. Ну, а вот наш вариант. Все-таки хорошо, но только один верхний голос прыгает, а все остальные спокойненько идут. Ну, ничего, видите, какие у нас такие аккуратные и красивые задачки получились. Ну, еще два урока будем решать эти задачки. А я желаю вам удачи. Спасибо. 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 Спасибо.